Там парная. Да, не закрывается в этом. Тут вообще вот все венебает. Все венебает. Все венебает. И одни комары там. Это, мягко сказать, живописное место, подвал жилого дома в городе Рыбное. В поколено затопленном помещении летают комары, а сами жители и коммунальщики спускаться сюда не хотят категорически. Правда, этих самых работников ЖКХ здесь не видели с ноября прошлого года. Прямо перед приходом зимы от дома 11 по улице Юбилейной отказалась управляющая компания. Вот свет не было. Звоним. Мы вас не обслуживаем. Звоните туда. Мы вас не обслуживаем. Звоните туда. Вчера звонили насчет отопления. Дали три номера нам. Звоним туда-туда тоже. Кому обращаться. Полный подвал воды. Тепла нет сутки. Горячей воды с декабря. Фраза «Мы вас не обслуживаем» для жителей звучит уже по-больному привычно. Поэтому и ремонтируют все сами. Так, например, выглядит электрощитовая. Дверь не закрыта, поэтому и иногда здесь ночуют люди без определенного места жительства. И это пугает местных. Тут может и ребенок любой просто сойти, вот так отодвинуть и тут все под напряжением. Когда у нас недавно свет отключался, нам пришлось вот перемычку мы делать. А это уже соседний подъезд. В пятиэтажке их всего два. Здесь вскрыты полы и срезана часть металлических труб. Идет ремонт. Естественно, своими силами. Мы находимся в подвале, где проходит канализация и вода. Вот мы делаем канализацию, чтобы у нас уходила вода с унитазов, с туалетов и с рукомонников. Все полностью. Трубы все прожавели. Все. Мы меняем пластмассовые трубы. Сергей Картушин сейчас помогает всем жителям. Кому свет починит, кому канализацию пробьет, раковину отремонтирует. Все на свои деньги, потому что у управляющей компании ответ всегда один. Мы вас не обслуживаем. Жалобу писали в прокуратуру. Прокуратура ответила, что обратилась в Рязанская служба по содержанию жилья. Они сказали, пока принимается решение. С временно исполняющей обязанности главы администрации Рыбного Галиной Михайлицей мы пообщались по телефону. Ответ обескуражил. Оказывается, управляющая компания у дома все-таки есть. По закону провели конкурс аж целых два, ибо дом никто брать не хотел. И, мол, согласно постановлению правительства под номером 1616, дом передали в руки единой управляющей компании. Там от него шарахаются, как черт от Ладана. Я зам директора, и я вам хочу сказать следующее. Этот дом не включен в лицензию управления многоквартирными домами управляющей компанией Единая УК. Я не знаю, почему все обращаются к нам. Да, был прецедент. Но это не законно. Мы протестовали данное постановление. Дома не включены в лицензию. Поэтому управлять мы ими не можем. У нас даже нет такого права. Власти города настаивают на решении вопроса в правовом поле. Пишут жалобы на управляйку в различной надзорной инстанции. Найти житейского компромисса пока не могут. Нужен юридический. Я считаю собственникам целесообразно обратиться в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области, поскольку этот орган является региональным органом исполнительной власти, который осуществляет контроль и надзор за эксплуатацией жилищного фонда, а также за соблюдением соответствия жилищного фонда, установленным техническим нормам и строительным правилам. Ответственность, как шарик для пинг-понга, сегодня скачет от одних к другим. Сейчас мяч на стороне жилинспекции, которая пока молчит. Хотя развязывание таких вот коммунальных клубков – их прямая компетенция. Комментировать ситуацию по телефону чиновники этой структуры нам не стали. Попросили официальный запрос. И мы его направили. Только вот в подвале Рыбновского дома по улице Юбилейной воды все больше. Жители по-прежнему чинят все сами. И за свои деньги. Но терпение уже на исходе. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.